В погоне за легкими деньгами. Буквально за пару дней МММ-2020 превратилась в инстаграм-игру. Челнинские подростки, молодые мамы и даже зрелые люди подсели на финансовую игру в социальной сети инстаграм. Ее принцип напоминает нашумевший в 90-х и разбивший немало судеб МММ Сергея Мавроди. Но в виртуальном пространстве под видом невинной игры. Как не попасть в возможную пирамиду, которая имеет свойство разрушаться и уберечь близких от обмана? Это просто. Реально работает. Не лохотрон. Яркие надписи в ленте инстаграма убеждают в рабочей схеме игры, напоминающей финансовую пирамиду. Вход 100 рублей, выход 800. Пиши и я расскажу, как, – гласят призывы. Попробовали написать и мы. Рабочая схема звучит так. Для того, чтобы вступить в игру, человек платит за вход в беседу в WhatsApp 100 рублей или 2400. Закидывает он их по номеру телефона на Сбербанк человеку на синей полосе. Таким образом поступают и все остальные игроки. Делается это до тех пор, пока не заполнятся все полосы, и человек с синей полосы не уйдет из игры с добытым кушем. Тогда его место занимает человек с зеленой полосы. И так двигаются все игроки до своей цели. Пока мы узнавали правила, нам удалось пообщаться с одним из игроков. Можете попробовать со 100 рублей. Я вчера получила свои деньги и сейчас дошла почти до синей. Еще два человека и стану админом. И получу свои деньги. Однако движение к прибыли может легко сбиться. Стоит только остановиться потоку вновь прибывающих людей. А с каждым разом делать это все сложнее. Вызывает финансовая игра и беспокойство родителей. Буквально за два дня она стала популярна и среди подростков, которые попадаются на якобы легкий способ заработать. Переключились на другую аудиторию, потому что сейчас у подростков как-то появились деньги, пусть небольшие. А еще современная система онлайн-платежей сильно упрощает дело. Если столкнулись с такой ситуацией, то, наверное, пора провести ликбез. Наверное, потеря еще не слишком большая. Провести ликбез, что такое пирамида, кто ее создает, с какой целью. Как прививка для будущих больших потерь. Цифры вступивших в игру растут ежедневно. Это напоминает МММ 90-х, когда целые семьи отдавали. Последние накопления ради большого куша. Но в финансовой пирамиде заработать может только ее верхушка. Они зажертвуют свои деньги тем, кто стоит на ступеньку выше. Так, с нескольких человек в геометрической прогрессии число участников за пару недель может вырасти до десятков тысяч. Тогда-то и начинаются проблемы. Это, конечно, плохо и опасно. И садишься как в долговую яму. Я считаю, что здесь это должно кем-то... Вообще кто-то руководит всем этим. Кому-то это надо. Теоретически, если 30 тысяч челнинцев вступят в игру и каждый внесет по 2400 рублей, получится внушительная сумма более 70 миллионов рублей. И как показывает практика подобных мошеннических схем, на выходе игроки получают только половину от этой общей суммы. Остальное идет прямиком в карман организаторов. По данным российских СМИ, игра в Инстаграме действует на территории Башкортостана, Северной Осетии, Дагестана и других республик. В республиканском отделении Национального банка нам рассказали, по каким признакам можно распознать типичную финансовую пирамиду. Финансовая пирамида – это мошенническая схема. Деньги в нее поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Те вносят средства, затем привлекают новых людей, и пирамида растет. Сегодня мошенники пользуются тем, что раскрутить собственную пирамиду в соцсетях можно без особых хлопот и вложений. Не надо регистрировать юрлицо, пытаться создать видимость какой-то деятельности. Избежать проблем в Нацбанке советуют одним способом – не вступать в денежные игры, напоминающие финансовые пирамиды, и не испытывать удачу. Простейшие математические расчеты доказывают, что бесконечно строиться пирамида не может, и однажды она рухнет, разрушив и кошельки обманутых людей.